Так, ну, начнем с того, что козы не овцы, и на газонной лужайке, как бы хозяевам этого не хотелось, они пастись не будут. Трава, которую мы выращиваем на газоне или там в саду, вот посевная вот эта трава, она какая-то для них невкусная и очень быстро надоедает. У нас там даже есть и одуванчики вот растут, и клевер растет такой мелкий, и все равно они предпочитают голодать, но вот дождутся, пока я их поведу на нормальное пастбище. Что для коз нормальное пастбище, такое вот идеальное даже, я бы сказала, это в первую очередь деревья. Да, вот такая вот ива, у которой ветки до самой земли, видите, как они их уже обглодали со всех сторон, и я уже наклоняю, это для них в первую очередь вот лакомство, и в дождливые дни, или с утра, когда еще везде на траве лежит роса, для них самое то. Во-вторых, на пастбище должны быть кусты, то есть когда ветви дерева уже обглоданы, они вот идут и едят вот этот вот плющ вот всякие, ну, кусты вот вообще самые разные. Вот у нас кусты, у нас вот сколько у нас здесь кустов. Вот, и потом уже такие вот заросли сорняков, чем больше и зеленее, и разлапистее, тем лучше. Ну, вот эти, конечно, они уже не айс в конце лета, но они тоже очень хорошо сходят. Вот в этом вот поле, которое как бы, ну, ничейное бесхозное поле. И, наконец, вот в последнюю очередь, когда они уже под конец пастьбы, на которую у нас уходит час-полтора утром, и столько же в обед или вечером, зависит от погоды, уже идет, уже в ход уже трава. Молодую крапиву они не едят, так что она здесь все остается, а остальное вот все и щипает с удовольствием. Вот. Я хожу на пастьбу с козами, потому что она у нас, хотя и рядом с домом совсем, но с этой стороны могут прибежать и собаки бродячие, крупные, и люди какие-то могут прийти, бомжи, и, главное, козы могут из любопытства куда-нибудь уйти к соседям. Они у нас уже начали обгладывать елочки с другой стороны. Вот. Так что я их здесь не привязываю, чтобы они могли убежать, и хожу с ними, и провожу вот эти вот час-полтора, и мне пока не сложно. Так вот, лучшее место вот у нас для пастьбы нашлось неподалеку.